Народ, всем привет! Nothing Phone 2 прилетает ко мне на стол прямо сейчас. Ау. В прошлом году один из основателей OnePlus взял да показал телефон. Никакой, потому что назывался Nothing Phone 1. До этого они выпустили никакие наушники. И вообще Карл Пэй обещает сделать тех-фан-эгейн, а мы такое поддерживаем. Сегодня, в 23-м, они радуют нас обновленной версией Nothing Phone 2. Которую мы с вами прямо сейчас распакуем, сравним с первой и поймем, это прикольно или это опять такая же бодяга, как и с OnePlus. Начинаем со здравия, а потом хлобысь-хлобысь-хлобысь, и сегодня непонятно вообще, что происходит. Заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить, и мы начинаем. Поехали. Собственно, первый Nothing Phone был доступен в двух цветах, белом и черном. Второй доступен в белом и в сером. И тут мы такой прогресс видим, как у ребят из Apple. Помните, сначала был черный, потом Space Gray, потом хрен пойми. Но это интересно. А еще мне очень нравится, как ребята из Nothing заморачиваются по упаковке. Я как человек, который распаковывает все, что только видит, смотрите, как делаю. Беру за красный хвостик, а дальше у нас никакого направления нет, потому что нужно продолжать тянуть. И вот такая вот происходит история. Дальше мы это вот так вот в сторону отгибаем. И невозможно вскрыть коробку с Nothing Phone так, чтобы потом она выглядела снова как с завода. Она обязательно вот так вот, понимаешь, красиво происходит. За упаковку респект. Тут у нас вот внутренности телефона на этой непосредственно крышке, они тактильно ощущаются. Вообще, ну вот объективно, да, когда ты заморачиваешься над каждой деталью, это чувствуется, это видно. Тем нас на самом деле привлек Nothing Phone вообще. У него есть какая-то идея, у него есть приколюха, у него есть какие-то люди, которые стоят за ним. У них необычные презентации. Все это как-то вот подано так вот, ну нестандартно, потому что уже вот здесь все эти одинаковые китайские смартфоны, которые ничем не отличаются. Ну то есть, Nothing Phone был прикольный, и этого достаточно. Поэтому вторую версию я лично встречаю с большим энтузиазмом. Хм, упаковка, к сожалению, в духе времени, а значит минимализм. У нас с вами проводулечка, вот так, ааа, скрепонька в виде транзистора, такая пузька. Но мы, кстати, этого приколюха уже видели, это капсула такая. Вообще вся идея с transparent прозрачностью прослеживается во всех продуктах Nothing, и наушники соответствующие, и все остальные приколы. Кстати, о приколах. Ты посмотри, какой классный провод. Он тоже полупрозрачный, USB-C, такой весь из себя, вау. Знаете, кто еще баловался полупрозрачными продуктами? Ребята из Apple, вот в те вот, знаешь, далекие двухтысячные, когда они делали все эти приятные свои кубики и прочие фишечки. Дальше, собственно, у нас с вами, обратите внимание, вот такая вот стилевая инструкция, которая сразу нам говорит о том, что, опять же, ребята заморочились, потому что у них есть свой фирменный шрифт, который выглядит как такие прямо плотненькие точечки. И, казалось бы, тоже ничего сверхъестественного, но это прикольно, этого мне уже достаточно. Не прикольно то, что они не придумали никаких стикеров. Я считаю, что могли бы за это время, пока, значит, они с первой по вторую версию двигались, что-то изобрести. Мне хватает какой-то, понимаешь, вот какой-то бумаженьки, чтобы было написано что-нибудь прикольное, потому что здесь указано Designed by Nothing, и это тоже отсылка к Apple, стопудово. Но вот недостаточно лично для меня. Нужен был еще стикер с надписью Nothing. Я бы использовал, кстати. Ну что ж, теперь самое интересное. Достаем телефон и понимаем, что тут мощный 201 грамм. И Earth First, Phone 2 has 53 parts made with sustainable materials. It's packaging, it's plastic free. Здесь просто написано о том, что земля в перде. А значит, 53 детали используются. Возобновляемые, короче, материалы. Упаковка не содержит пластик, все это переработанный картон. А это хорошо, потому что ты сегодня не можешь быть успешной компанией, если ты не заботишься об экологии. Мы это поддерживаем, поэтому удаляем вот эту вот фирму. И вот он, Nothing Phone 2 в сером приятном цвете. Цвет реально решает. Да, в сером цвете очевидно прикольно. Здесь больше, к сожалению, ничего нет. Ни мощного блока питания, ни какого-нибудь чехольчика. Опять же, отличие в чем от китайских брендов. Да, вот извини, но как бы без радости. Вот только тебе такой телефон и все. Ну и мы можем сравнить его с белой версией, которая стояла у меня здесь справа. Да, это всю дорогу был Nothing Phone 2. И он ни хрена ничем не отличается с первого взгляда от первой версии. Потому что раз. И вот здесь вот. Двас. Опа! Но! Если я рядом поставлю версию серую, то, во-первых, вы поймете, насколько серая версия прикольнее, чем черная. А, во-вторых, вы обратите внимание, что он еще и побольше. Я имею в виду второй по отношению к первому. Потому что и экранчик вырос. И рамочки стали тоньше. И фронталочка переехала. И камеры там еще тоньше. На самом деле, это абсолютно другой телефон. Пусть и очень похож визуально. И я видел в интернете такую мысль, что, ну вообще Nothing, это такая маленькая компания. Там стартапчик, им там денег дают, там миллионы. Если зайти на страничку Википедии, там прямо написано. Да, вот эти вкинули денег, ребята. А там такие всеуважаемые чуваки, которые поддержали карлупы. В принципе, мы тоже с вами можем скинуться и, так сказать, войти в этот стартап. Так вот, это булшит какой-то. Ну, типа, серьезно? Пацаны вообще не парились по дизайну. Дива, блядь, у нас был белый-черный, давайте сделаем серый. Где свежие идеи, пацаны? Вы должны с утра до ночи херачить какой-то вообще огнище контент. Где? Почему вы второй год подряд выпускали, не только телефон, блядь? Конечно, вы скажете, Баля, что ты кипятишься? У тебя здесь вот такая вот приятная, покатая, понимаешь, приятная линия крышки. Потому что здесь она в духе iPhone 12, 13, 14 плоская. И сейчас плоская уже не в моде. Плоская это плохо, чтобы вы понимали. А вот так, это хорошо. А знаете, у кого еще так будет? У iPhone 15. Поэтому, если хотите посмотреть, как будет в iPhone 15, вот он, пожалуйста, Nothing Phone уже все сделал. Но, конечно, это все придирки на уровне типа могли бы, конечно, пастаната. Но по факту дизайн самобытный, дизайн прикольный. Клифф улучшили, все стало круче. Поэтому беру, активирую и рассказываю, что тут изменилось. В общем, серый потыкал и решил, что белый мне нравится больше. Вот это основная приколюха. Ты пришел такой в бар. Здорово, пацаны. Но это, на самом деле, в первой версии есть. Поэтому, кого удивишь. С этим глифом есть одна большая обломка. В силу того, что рисунок не изменился вообще. Сделали что? Сделали так, что у вас стало больше этих самых зон. Да? Было всего там 5. Стало 11. Типа 6 добавили. Стало возможно это благодаря тому, что центральный круг разделили на зоны. Соответственно, и комбинаций стало больше. И это все замечательно. Диодов там вообще по тысячу штук, что позволяет плавно рисовать анимации. Но по факту, опять же, опять же, у вас была крутая фишка. Вы за год не сделали ничего нового. Все то же самое. Знаете, что они предложили? Они сделали аналог Activities на айфоне. Когда вы в Uber заказываете такси, у вас может вот эта полоска отображать прогресс приезда машины. Знаете, где это еще работает? Нигде. Ну, это логика Nothing Phone, да? Нигде, кроме как в Uber. Вы можете включить таймер, и у вас полосочка отразит, опять же, время. Охренеть, не встать. Причем, знаете, какой прикол? У вас есть базовый таймер, который просто в системе, и тогда глиф не горит. А есть глиф таймер. И вот я поставил на минуту 15, теперь я кладу телефон на стол. Во! Он как будто выгорает прямо сейчас у меня на глазах, смотри. Надо констатировать, что фича работает. В общем, вот такую вот историю ребята смогли придумать за год. На самом деле, вы, опять же, можете подумать, что я придираюсь. Только потому, что мне этот телефон очень нравится. Ты посмотри, какая сексуальная пусечка. Какой кайфовый экран. 6,7 дюйма стал больше, чем в прошлой версии. Рамки стали тоньше. И с точки зрения экрана, это то, что мы сегодня любим. OLED, LTPO, 120 Гц. Умные всячески настраиваются для того, чтобы беречь ваш аккумулятор. И вот тут основной момент. Смотрите. Прошлый Nothing Phone, это был середнячок. Прям вот середнячок, середнячок. С точки зрения процессора, камер, основных фишек. Кроме того, что был вот такой весь из себя забавный. Этот смартфон, это уже такой флагман. Да, не самый top of the top. Но хороший уровень флагмана. У него годовалый процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Здесь с охлаждением особо не работали. Троттлит, как скотина. Но на то он и Snapdragon. Мы его прощаем за эту шалость. В любом случае, это хороший современный процессор. При этом у нас с вами сканер отпечатка пальцев. Понятно дело, под экраном. При этом у нас Android 13, на который накатана своя оболочка. Очень-очень симпатичная. Мне нравится, как Nothing сделали вот эти все приколы с монохромностью. С шрифтиками поигрались. Локализовали. Видишь, что настроечки тоже переведены. Такие штуки я уважаю. О, смотри, индикатор громкости можно на глиф повесить. Ва, круто. На самом деле, измеритель заряда вообще прикольно. Рингтоны можно свои делать, чтобы тебе было кайфово. Прикольно, конечно, но все это было. А вот что не было, так это приятных камер. Потому что, ну, в силу определенных, так сказать, обстоятельств, камеры в первом телефоне были также среднего уровня. Сейчас, вроде как, прокачали. Их все еще две. Все еще Nothing считает, что вот эти 3, 4 и, не дай бог, 5, это вообще шизофрения. И я отчасти соглашусь. Они говорят, две камеры достаточно для всего. И примерно так же живут ребята из, там, какого-нибудь гугла со своим пикселем. Типа, камеры много, не надо, главное, чтобы они хорошо снимали. Что у нас здесь по сенсорам? Ширик 50 мегапикселей с матрицей Sony IMX 890 и диафрагмой 1.9. Опять же, это, наверное, не самый флагманский уровень на сегодня, прямо сейчас. Но это хорошая матрица, и в умелых руках она делает красоту. А ультра-ширик это Samsung матрица JN1 с диафрагмой 2.2. И опять же, кто делает матрицы, зачем и так далее, не так важно, потому что самое ценное это ПО. И вот тут, к сожалению, я не могу сказать, что я в полном восторге. Мы пофотографировали на Nothing Phone 2, и видим, что определенный прогресс в сравнении с тем, что было раньше, есть. Но камера все еще подглючивает. Иногда просто не срабатывает затвор почему-то, непонятно, что так происходит. Иногда она ведет себя вообще некорректно в смысле работы, там, каких-то своих умных приколюх. Но в целом фотографирует уверенно-умеренно. Опять же, такое ощущение, что этот телефон и не делался с позиции ультра-мега-фотофлагмана. Но камеры определенно подтянули. Что касается батарейки, 4700 на борту, поддерживается 45 ватт по проводу, есть беспроводная, в том числе и реверсивная зарядка, и это хорошо. И IP54 поливлагозащита, слабенькая. То есть, хотелось бы чуть-чуть большего, потому что вроде бы ты из такой из себя модерновый классный, а с влагозащитой прям что-то беда. Из интересного, здесь у нас с вами по старой доброй памяти нет ни хрена 3,5-мм разъема, но зато стереозвук. Доброе утро, народ. Сегодня я, как обычно, проснулся в 5 утра, ведь все успешные люди встают с петухами. Не великий, он такой очень плоский. Ну, то есть, чувствуется стерео, вопросов нет, но хотелось бы, может быть, что-то более такого интересного. Вы скажете, Валя, ну так и ничего страшного, потому что Nothing делает наушники Ear. Во втором поколении недавно вышли, еще черные показали. Зашли тебе, пожалуйста, вот такие вот симпатичные. Берешь и кайфуешь. Особенно, если ты купишь Nothing Phone 2 в NVIDIA Eldorado внезапно. Потому что именно там доступен предзаказ. И этим, ребятам, спасибо за то, что у нас есть Nothing Phone 2 прямо сейчас. И это действительно здорово. И вы можете по ссылочке перейти, предзаказать и получить вот такие наушники в подарок. Мне кажется, это очень крутая история. При этом Nothing Phone, вы должны понимать, будет продаваться официально. Абсолютно с гарантией, с русификацией, со всеми вот этими приятными плюхами. За что NVIDIA Eldorado отдельный респект. Более того, это эксклюзив для этой сети. И я считаю, это молодцы. С точки зрения интересности, Nothing Phone действительно любопытный гаджет. Крышка, кстати, лапается. Она глянцевая и прям, ну, хотел сказать, засирается, но не скажу. Вот у Apple раньше были S-телефоны так называемые, да? И мы с вами помним 3GS, 4S, 5S, 6S и так далее. А далее и не было. Ха! Так вот, Nothing Phone 2 больше похож на Nothing Phone 1S в чем-то. Потому что очень похожий дизайн. Потому что не так много свежих идей. Ну, типа, ты сидишь такой, ребят, я все это уже видел, типа, в чем прикол? А с другой стороны смотришь, и рамочки стали потоньше, и экранчик увеличили, и камеру из угла в центр перенесли. А значит, какой-никакой апгрейд. И железо обновили, и камерулечки новые, и андроидики приятненькие, и бла-бла-бла-бла-бла. Но все равно чего-то не хватает. Как будто мне кажется, что бренд уровня Nothing должен землю носом рыть для того, чтобы делать хорошо. И не только догонять то, что сейчас есть на рынке, а перегонять. Как будто они сделали вот эту концепцию и успокоились. И такие, у нас есть наушники, у нас есть вот такой телефон. При этом Карл Пэй, я помню, мне лично обещал, что у них будет экосистема. Что они сейчас вообще просто... И где? Где экосистема? Экосистема это наушники и телефон? Что, угораешь, что ли? После 6s был 10s и 10s Max, но мой мозг выкинул их из памяти. Ну, нахрен, потому что самые неудачные вообще матери телефоны. Эмор. Итого, если вы спросите меня, мне как будто бы серый нравится, но белый в нем больше стиля, но на нем не так видны эти глифы. В общем, хрен, пойди разбери. Отправляйтесь в видео Эльдорадо, посмотрите на эту радость своими глазами и финально сможете выбрать, какой вам нравится больше. В целом, телефон очень кайфовый. Вот, базар очень кайфовый. Еще раз, мои все придирки вы можете разделить на миллион. Просто потому, что обидно, что могло быть еще лучше. Вот я прям чувствую, что могло быть. Но в силу определенных причин решили, что и так окей. И вот это меня немножко обламывает. Но это достойное обновление. И по старой доброй традиции мысль следующая. Если вы счастливый обладатель Nothing Phone 1, нет, маза обновляться на Nothing Phone 2. С другой стороны, если вы присматривались к первой версии, то продолжайте присматриваться ко второй. Вот нету, понимаешь, этого разрывного ощущения бежать в магаз. С другой стороны, а какая альтернатива? Все эти безликие китайцы, которые забываются вообще в момент выхода, эта штука хотя бы имеет какую-то историю, какую-то вообще, ну, понимаешь, под собой базу. У нее есть какая-то идеология, ее с какой-то приколом строили. Но это прям комьюнити, это чуваки, которые этими Nothing Phone'ами там просто глифами своими, значит, что-то делают. Прикол? Вот этот серый отдам вам по старой доброй традиции, опять же. Все, что нужно сделать, это написать один комментарий, любой вообще, не знаю, кого хотите. А поставить лайк и, конечно, подписаться на наш канал. Все, до конца июля кому-то из вас эту радость отдам. А вас призываю зайти в M-Video, посмотреть этот телефон своими глазами, пощупать своими руками, потому что вы точно измените отношения. Ну и, надеюсь, Nothing в ближайшем будущем порадует нас не только наушниками и телефоном, а действительно чем-то новым. А с вами был Иосоком, пока.